Всем добро пожаловать на игру Слабое Звено Итак, всем добро пожаловать на наш праздничный выпуск Слабое Звено Сегодня у нас будет две команды, команда девочек и команда мальчиков Естественно на розовой платформе у нас девушки, на голубой у нас мужчины А правило... В смысле? Я думал другую цвет подобрать, она синяя Все правильно, все правильно, это цвет мужского начала Понимаешь, это все правильно Значит, правила игры у нас сегодня весьма простые Две команды по три участника, три девочки, три мальчика Каждому задаются по очереди по одному вопросу Если команда проигрывает и дает неправильный ответ То сама команда выбирает, кем из трех участников, ну или двух, она пожертвует Тот, кого выбрала команда, выходит на оранжевую платформу И там его ожидает какая-то кара от нашего палача Всем правила понятные? Да Ага Команда может обсуждать вопросы коллективно и давать ответы, соответственно, тоже коллективно Потому что потом коллективно за это будет и проигрывать Всем все понятно? Можно сразу сдаться? Да, капитан Отлично Теперь представим, начнем, естественно, с девушек Как бы сегодня 8 марта Их праздник Пацаны рады, потому что не они первые будут А значит, представим команду Да, ясно все Команду наших замечательных девушек Сегодня с нами Катенька Аперина Сегодня Ирина, Настенька Всем привет И Лерочка Здравствуйте Так, Саня, уйди с платформы нахрен Итак, девушки, у вас будет одна минута на размышления над правильным ответом на мой вопрос Вы готовы? Все здесь, да? Да, капитан Да, капитан Так, ладно Давайте начнем с вопроса, ну, достаточно простого, на мой взгляд Потому что я бы его угадал, честно На вооружение шведской армии поступил миномет Названный в честь неизвестного, весьма известного мифологического оружия Проведя аналогию, можно сказать, что управлять минометом могут только достойные солдаты Как называется миномет? Ты говоришь, простой вопрос, да? Да, это простой вопрос Да, не простые вопросы Про минометы, да? На 8 марта, спасибо Да, это вообще легко Так, девчонки, еще раз повторю внимательно На самом деле, очень просто, если вдуматься На вооружение шведской армии поступил миномет Названный в честь известного мифологического оружия Проведя аналогию, можно сказать, что управлять минометом могут только достойные солдаты Как называется миномет? Этот, молот Тора, как назывался, кто-нибудь помнит? Мола Тора У него было название? Ну нет, у него же название было Да, у него было название Мола Тора Мола Тора Миномет, он же не молот Ну и что, это же аналогия Логично Миномет же не молот Но его, типа, использовать может только достойный Да, только достойный солдат может его использовать А, слушай, по-моему, был камень, где, типа, был заточен меч Какой камень? Подождите Нет? Я не подсказываю Типа, король Артур Не-не-не-не Это не скандинавская Это не скандинавская мифология Ну да Наверное Это же это забавно Девушки, ну что у вас и будет какой-нибудь вариант ответа? Мола Тора А почему, а почему так, ну, Мола Тора, я бы засчитал это ответ, все правильно Назывался он Йольнир Да Ну, в простонародье просто Мола Тора Отлично Это же было из Доты-2 Это же было из Доты-2 И тут я понял, что, видимо, и не те вопросы заготовлен Заготовил дикушкам Ладно, молодцы, молодцы, девчата Теперь переходим к пацанам Ну чё Ребята, садимся в тачку и валим Да, я тоже, дорогая Пацаны, мы готовы Это у вас, оттуда дела-то, а попозже Далеко они не уехали Так Я еще за рулем Мужчины, мужчины, внимание Я еще могу за лень Я сейчас начну задавать вопрос Зачем нам играть в игру, если они сами выпили? Давайте просто подождем Просто подождем Девочки Мы все, мы делаем себе кофе Не знаю, как они не советы Ими выпилиться, они пока только Руслана выпиливают Как-то так выходит Итак Итак, мужчины Одна минута у вас на размышлении И ваш первый вопрос Вы готовы? Да Значит, назовите компанию Компанию, которая образовалась при слиянии двух корейских брендов Первый бренд переводится с английского как «Счастливый», а второй «Золотая звезда» Назовите компанию, которая получилась А я знаю, пацаны, но я забыл Ну что, ребята, есть какие-нибудь у вас варианты? Подождите Это не может быть же Sony, да? Не знаю Давай не будем поспешными Подождите, мы же обсуждали Вы можете обсуждать между собой, естественно Повторяй вопрос Повторяй вопрос Назовите компанию, которая образовалась при слиянии двух корейских брендов Первый бренд переводится с английского как «Счастливый», а второй «Золотая звезда» Назовите компанию Корейский, так, вспоминаем, самые популярные корейские бренды Быстро Кейпоп BTS, да? И так Ой, мне нравится Мне нравится Слушай, может «Доширак»? Прислияние двух Я же был вопрос проще Я не понимаю, что это за дискриминация В смысле? Наши права ущемлены Что это восьмое марта? То, что восьмое марта, нифига ничего не решает Решает Единственный день в году Подоминировать Осень делится на два У женщин по две груди Так, ладно, давай, господин ведущий Повторите, пожалуйста, вопросы Так, последний раз перезадаю вопрос вам Назовите компанию, которая образовалась при слиянии двух корейских брендов Первый бренд в переводе с английского Звучит как «Счастливый», а второй «Золотая звезда» Хэппи Голд Стар какой-то Ну, ребята, очень простой вопрос, на самом деле Еще раз, последний Последний раз повторяю Повторяю еще раз Сейчас я чувствую, в комментариях уже пишут все такие «Бля!» Первый бренд переводится с английского как «Счастливый», а второй «Золотая звезда» «Слияние двух брендов» Какая компания получилась?» Повторяю, давай думай уже Уже две минуты прошло, понимаешь? Это дискриминация, я, я, ведущий, товарищ ведущий, я хочу подать апелляцию У меня команда дискриминация Подать, апелляцию? Эпелляцию хочу Приходи к нам Стой, 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 стой А ЛГ, это не корейская вроде, нет? Откуда я знаю? Ну там счастливо, там лицо такое счастливое Кстати, подожди, смотри, ЛГ На логотипе Лаки, Голд, типа что-то А? Итак, товарищи мужчины, ваш вариант ответа ЛГ ЛГ, это абсолютно правильный ответ И так, девушки, второй раунд и второй вопрос для вас Готовы? Сесть здесь? Да, да Согласно опросу, британцы представляют себе пребывание в этом месте Как вечный полет на самолете с политиками и множеством визжащих детей Что это за место? Согласно опросу Ну, социологическому, понятно Британцы представляют себе пребывание в этом месте Как вечный полет на самолете с политиками и множеством визжащих детей Что это может быть за место? От И это абсолютно правильный ответ Переходим к команде мужчин Так вот, мужчины Это серьезно? Да, да, это абсолютно правильный ответ А что? Какое слово? Я не услышал Ад Ад Итак, мужчина Второй раунд и второй вопрос вам Художница из Нью-Йорка использует для своих картин эти небольшие предметы Которые являются по факту фильтрующими материалами Ее не смущает, что их уже минимум один раз использовали и там остались темные разводы На чем рисует девушка? На прокладках И это правильный ответ И это правильный ответ Нет, 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 Руслан, нет, нет, успокойся Итак, повторяю вопрос Художница из Нью-Йорка использует для своих картин эти небольшие предметы Которые являются по факту фильтрующими материалами Ее не смущает, что их уже минимум один раз использовали и там остались темные разводы Есть еще тампоны Какие у меня женщины стоят в честь 8 марта Что ты смотришь? Это же фильтрующее Что-то фильтровать должно Повторяю третий раз, ребят, после этого у вас будет 20 секунд и я ответ дожду А художница из Нью-Йорка использует для своих картин эти небольшие предметы Которые являются по факту фильтрующими материалами Ее не смущает, что их уже минимум один раз использовали И там остались темные разводы А ушные палочки нет? Ой! Блин! Это же не фильтры Вот две, мне сейчас идея оканства пришла Пахнет еще раз! Я умру, умру, умру Какая идея Вы готовы? Есть какую-нибудь? Они даже не обсуждают. Давайте думаем. Давайте так, стой. Давай, встаньте сюда. Хорошая идея. Мужчины, есть варианты ответа у вас? Нет. Они уже проиграли и изграли одного из своих. Нет ни одного варианта ответа у вас, мужчины? Да. Вообще никакого? Нету. Давайте подумаем. Да подожди. Да подожди. Вот теперь они решили подумать. Ой, фильтрующий может быть материал, который еще могут использовать. Фильтр для воды. Логично. Рисовать на нем? Ну, есть бумажный фильтр. Но не важно, можно и на нем почему. Может быть это чайный пакетик, нет? Подожди, темнеет от корчу. Представь, это, короче, фильтр от сигарет. Ну, так вот, я просто про это все сказал. Ну, как оно на бучках? Мужчин, напоминаю, вы коллективно выбираете ответ, и вам нужно его выбрать прямо сейчас. Давай, может, реально попробуем сигареты. Ну, я не знаю. Просто это подходит, наш, этот ответ подходит под это шоу, как бы, наверное. В смысле? В смысле? Бычки. У меня ответов нет, так что да. Ваш ответ бычки, да? Да. Художница из Нью-Йорка использует для своей картины небольшие предметы, которые являются по факту фильтрующими материалами. Ю не смущает, что чайные пакетики были уже использованы. Мужчины, мужчины, вы должны выбрать, кого из троих людей вы изгоняете из своей группы. Олег, предлагай его. Нет, нифига, нифига. Меня нельзя, потому что я предлагал правильный ответ. Итак, мужчины, вы должны выбрать, давайте, путем голосования. Олег, за кого, за изгнание кого вы голосуете? Я не могу проголосовать за Саню, так что... Уважаемый Руслан, вас выбрали на изгнание, не могли бы вы пройти на желтую платформу передовой? Я хочу перед своей кончиной сказать... Вы это можете сказать на оранжевой платформе, точнее на желтой. Будьте любезны пройти на нее. Иди быстрее. Так, не подгоняйте, Руслан, да, что бы вы хотели сказать? Я... Вы это самое, я... Хорошая проникновенная речь, палач, будьте любезны. Побращаться с Русланом. Он был самый умный, может его оставим? Подожди, стой, подожди. Поздно уже было. Уже поздно. Он был самый умный, может быть, его оставил. Итак, второй раунд подошел к концу. У нас остается два конкурсанта у мужчины и фулл-скват, как говорится, у девушек. Девушек, вы готовы к вашему третьему вопросу? Да. Значит, девушки, внимательно, непростой вопрос. В Аргентине существуют книги, которые вам придется читать до самого конца, не откладывая их. Они издаются в поддержку начинающих писателей для публикации старых сюжетов, которые стираются из памяти. В чем особенность этих книг? Повторю вопрос. В Аргентине существуют книги, которые вам придется читать до самого конца, не откладывая их. Они издаются в поддержку начинающих писателей для публикации старых сюжетов, которые стираются из памяти. В чем особенность этих книг? Сложно. это было забавно и так может быть какие-то варианты ответа у вас есть что-нибудь на ум приходит вообще девушки по книга хрупкая она просто смотрите всегда у нас подготовлены вопросы правильно ответить на которые можно просто вдумавшись в том что написано в самом вопросе еще раз повторю в аргентине существуют книги которые вам придется читать до самого конца не откладывая их они сдаются в поддержку начинающих писателей и для публикации старых сюжетов которые стираются из памяти чем их особенности рают чернила может стираются от взаимодействия там с воздухом может длительный ну что нужно прочитать как ну типа нет не откладывать и посадишься и читаешь или просто до сразу прочитать если не прочитаешь что там уже не узнаешь типа да не узнаешь чем все закончилось и так ваш ответ девушки чернила какие-то особенные возможно ну какие исчезающие и так ваш ответ исчезающие чернила короче каким-то образом стирается текст который был написан хорошо в аргентине существуют книги которые вам придется читать до самого конца не откладывая их потому что книги написаны исчезающими чернилами здравствуйте как настроение ребят рассказывает нормально да я сразу на оранжевый встану можно итак мужчины к вам третий вопрос вы готовы да нет если что сразу говорю night может участвовать в обсуждении то есть он может и он не считается как жизнь но в обсуждении он участвовать может потому что все-таки командная игра но вы понимаете итак ваш третий вопрос мужчины в 1940 году появление производства этого предмета облегчило жизнь многим мужчинам а с 1946 года поспособствовало появлению нового модного тренда мини юбок что за изобретение это не одежда я вам даже подсказал это не одежда вопрос мужской чисто мужской может быть они не могли и одеть потому что были волосы на ногах и как-то чё не возможно хрен не могли дети того что у них волосы были нога слишком волосатые да слишком волосатые а потом что-то мы облегчили тебе жизнь потом облегчили им жизнь ну что есть у вас вариант ответа олег александр я думаю у меня единственный как бы предположение что это как-то связано с средством может быть лезвия ну типа я не знаю может быть олег александр это бритва не было одного может быть это бритва подожди мужики мы не в том направлении думаем смотри что в сороковых годах могу облегчить нам жизнь трусы так ладно все уже очень долго и так ваш ответ пускай лезвия бы и так на в 1940 году появление производства электрических бритв значительно облегчило жизнь многим мужчинам 46 года поспособствовало появлению нового модного тренера ты сказал бритва но бритва была изобретена далеко не в 1940 году какая разница типа электрическая огромная разница девушки как вы думаете оставлять им жизни или нет хорошо тогда я задаю вам я я тогда мужчины задаю вам блиц второй вопрос чтобы решить наш спор отвечает именно его и как бы хорошо как называется застольный обряд который с немецкого дословно переводится братство застольный обряд задаю вопрос последний раз на бруденшафт или как там правильно по-немецки звучит но вот это слово логично давай это я не помню на бруденшафт или как вот да но слова немецкий ну прям вот ну прям вот его выговорят только немцы да представим представим как его говорит гитлер типа и выстрелы слышать мне кажется мне кажется что это слово да да я согласен с ним я да я согласен с ним итак как называется застольный обряд который с немецкого дословно переводится как братство да да я уверен все где братство они же там еще уроку руки там это ну типа не письки там итак ваш ответ вот это слово это какое на брус на бру брудершафт брудершафт это правильный ответ молодцы мужчины итак девушки к вам следующий вопрос это получается для вас четвертый вопрос на самом деле может показаться тяжелым но ответ весьма простой как называется к коктейль названный в честь белогвардейцев эмигрировавших за рубеж классно называется коктейль названный в честь белогвардейцев эмигрировавших за рубеж не пьем коктейли девушки это на фоне водки на типа с добавлением водки так ваш ответ итак александр олег руслан к вам уже 5 получается или 6 5 по-моему и так вопрос итак вопрос ребята портал живопись для чайников предлагают гениальную шпаргалку по искусству помогающую разобраться кто нарисовал ту или иную картину например если видишь на картине темный фон и всяческие страдания на лицах это тициан а каком авторе на портале говорится следующее много маленьких людишек плюс маленькой непонятной фигни я кстати видела этот мем можно мне пожал ровно минут у вас ребята давайте думать я точно не квадрат малевича ну все я в хогварт давай подумаем сколько мы знаем этих художников сколько наверное бах неплохой художник итак мужчины вопрос непростой просто непростой про чьи картины в шпаргалке написано много маленьких людишек плюс маленький маленькой непонятной фигни девушки точно не могут помогать как ты же по-моему я знаю да скорее тут мне приходить сейчас я просто изучаю сейчас это не какая-то его имя на же начинается с Ёпас ученика так девушки на могут подсказывать нет нет а подожди подожди а жены итак мужчина есть какой-то ответа 21 есть варианты ответа русов и так портале на портале живопись для чайника написано о картинах и произведениях баска много маленьких людишек и маленькой непонятной фигни и раним воск и так у нас остается александр и олег кто из вас ребят пойдет на желтую пластинку хотите ли вы хотите ли вы александр стоя так сказать глаза в глаза следующим сказать сказать что-нибудь ладно я понял у нас остается только олег и все три конкурсантки наши девчонки и так девчонки ваш следующий вопрос вы втроем как говорится против одного оставшегося олежика вы готовы к вопросу власти кении планируют ввести новый образец формы для правоохранительных органов у которой не будет карманов виной всему одно известное латинское слово какое типа чтобы взятки не давали одно слово какое коррупция может быть кстати пацаны чувствуешь напряжение у них это в любом случае вы уже выиграли остался не на три вопроса не ответить не ну так вас трое же обсуждать могут нормально нормально спокойно веру себя да итак девчонки будет вариант ответ от вас ну коррупция может коррупцию ваш ответ коррупции это абсолютно правильный ответ молодцы девчата олег они прям так радуются когда улыбку начало до ушей мужчины всем вам вопрос просто отвечать на него один олег согласно одной статье эта традиция зародилась в вене 19 веке обязательным аксессуаром была маска которая была символом таинственности и невинности изначально это называлось женским однако позже за ним закрепилось название связанное с определенным цветом про что идет речь на самом деле вопрос достаточно простой еще раз давай давай согласно одной статье эта традиция зародилась в вене в девятнадцатом веке обязательным аксессуаром была маска которая была символом таинственности и невинности изначально это называлось женским однако позже за ним закрепилась название связанное с определенным цветом про что идет речь давайте я сделаю исключение и типа если вы не знаете варианты нету я могу одну жизнь вам дать дополнительную и следующий вопрос задать хотите давай давай хорошо значит во первых это и о чем шло речь это белый танец олег белый танец изначально был женским танцем обязательно атрибут маска ну как символ таинственности и невинности чтобы мальчики не стеснялись приглашать девочек на танцы ну и так и так ваш последний шанс и последний вопрос олег саня руслан внимание самый большой обман в нашей жизни это пропуск некоторые шутят что это можно сравнить ситуации когда тебе дали три тысячи а настоящая только одна назовите что скрыто за пропуском если это слово английского происхождения были пути какие-нибудь тематики чтобы убирать самому это уже это очень простой вопрос олег пацаны но вы должны знать ответ на камон самый большой обман в нашей жизни это пропуск некоторые шутят что это можно сравнить ситуации когда тебе дали 3000 настоящий только одна назовите что скрыто за пропуском если это слово именно от английского происхождения но пропуск нет пропуск это я пропустил слова в трусике еще раз повторяю самый большой обман в нашей жизни это пропуск некоторые шутят что это можно сравнить ситуации когда тебе дали 3000 настоящий только одна нет 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 итак пацаны последний последний раз зачитываю и жду от вас ответа каких-то теорий тактик там сиськи все теории заливчик ну смотри ну типа пуша там да вот это выглядит как три надели одна да а может быть макияж нет я не знаю типа окно цели ну типа девушка когда красится да порой там бывает а потом без него самый большой обман в нашей жизни это пропуск некоторые шутят что это можно сравнить ситуации когда тебе дали 3000 настоящий только одна назови что скрыто за пропуском если это слово английского происхождения да это вряд ли макияж хотя лет или нет я думаю я думаю я думаю но ничего опять подожди еще придумал крутимся думай крутимся иду еще раз самый большой обман в нашей жизни это пропуск некоторые шутят что это можно сравнить ситуации когда тебе дали 3000 настоящий только 1 назовите это скрытое за пропуском слова если она с английского происхождения налоги забрали 2000 и у тебя свыри 1000 план только 2 3 макияж не подходит в этом году в этом году оборчи москва скажу косметика типа косметика вот так твой вариант ответа это косметика да самый большой обман в нашей жизни это пуша некоторые шутят что это можно сравнить ситуации когда тебе дали 3000 автомат Keeping Up он был определён которые это не означает and gas т하 че это не календарь думаю это что это 8 секунд итак это был праздничный очередной выпуск по слабому звену не забывать сегодня поздравлять своих женщин мам теть бабушек неважно сегодня естественно победила команда женщин а какое именно наказание выберу для проигравший команде вы узнаете позже только ну все я сгонял купил и сейчас я жду пока катя придет на кмецкий дома уже целый день нету и буду вручать ударочек и так после того как мы проиграли мы должны подарить цветы вот этот замечательный букет буквально через секунду окажутся в руках миссис найт у тебя серьезно да спасибо ой как здесь плачки довольны а ты смотри держи все спасибо дорогая мы тут это проиграли короче вот и все дорогие горячо любимые наши девушки женщины мамы бабушки жизни каждого мужчина вы играете самую что ни на есть огромную роль каждый даже самый брутальный мужчина закрывая глаза может вспомнить теплоту рук своих матерей аромат своей любимой женщины голос любимой бабушки в этот замечательный день от своего лица и от лица всей нашей дружной банды хотелось бы пожелать вам теплоты и любви в сердцах уюта дома ну и конечно сильного мужского плеча рядом и просто сказать вам спасибо что вы у нас есть